Продолжение следует... У меня есть голограмма. Есть голограмма. Хорошо. И защищаем ее физический биоробот с защитным потоком исчезтих энергии Абсолюта. Берем Екатерину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Берем голограмму в сетку и вместе с тонкой копией Екатерины и голограммой поднимаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел прием. Мы на месте. Хорошо. Отправляем голограмму в клетку-тюрьму. Мы приветствуем Екатерину. Интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам в своей биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. Я даю команду на счет три. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Екатерины под ногами. Скеннер сканирует все семь тонких тел Екатерины. Находит все. У нее, в общем-то, голограмма, она как сросшаяся с ней. Сейчас, секунду. То есть, вот эта голограмма, это ее голограмма, так сказать. То есть, эта жизнь в какой-то момент у нее разделилась на до и после. И вот после она вот эту маску носит. Она, знаешь, как закостенела у нее. Маска сильной. А за ней стоит такой свернувшийся, как эмбрион, свернувшийся такой человек, которому больно. Она плачет там. Хорошо. Давай все-таки проверим и выстроим от этой голограммы канал к ответственным возможным. Один, два, три. И если таковые есть, они притягиваются. Все, кто связаны с энергией голограммы и с энергией Екатерины, притягиваются в клетку тюрьмы и становятся своими заложниками, где бы они ни находились во вселенной. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Знаешь, с нее как корка снялась. Лицевая часть и отправилась в клетку. И вот сейчас я вижу Екатерину, которая как живой человек, потому что до этого она как маска была. Ей нужно соединиться вот с этим эмбрионом, грубо говоря, давай так называть. Он находится сейчас в этом, да? У нас есть корка, которая в клетке, и у нас есть две Екатерины. Одна как эмбрион. Хорошо. И я от Екатерины выстраиваю два канала. Один к этой корке, один к Екатерине. Один, два, три. Два канала выстраиваются. И насчет три. Начинается реверс. Екатерина забирает все свое, находящееся на ее энергии, на ее частоте ДНК. Один, два, три. Все возвращается в нее назад. Она становится единым целым. Да будет так, а так и есть. Пошла энергия назад. Все самые даже малейшие наночастицы. Все возвращается назад в нее. И как сто процентов выйдет, эта корка превращается в прах. Первый раз такое вижу. Здесь такие вибрации сейчас. Она как сотканная становится. Получается, она как рождается. С трех в одну. Отлично. Ждем окончания процесса. Да, готов. Хорошо. Что у нас в клетке осталось? От корки что-то есть? Да. Но она пустая сейчас. Ну, пусть потом повисит еще немножечко. Если что, у нас канал есть. Мы удалим это все. Хорошо. Давай просканируем. И я даю команду скейнеру. Значит, три. Начинается сканирование Екатерины. Сканирует систем тонких тел Екатерины. Находит все. Красный дракон сразу выскочил. У нее есть рахноид. Он в волосах у нее плетет. Не показывает, как он плетет. Инкуб. Там бес или демон? Я вот не пойму. Нет. Это высокогерцовый кто-то. Сущность, проявись или я сейчас начну на тебя воздействовать. Демон здесь. Он говорит, я и не прячусь. А чего ты сразу не проявился? Я не пойму. Считай цифры над головой демона. Двенадцать. Двенадцати герцовый. Инкуб. Арахноид. Красный дракон. Цифры над головой, пожалуйста, Вера. Три тысячи сорок два. Три тысячи сорок два. Ну, понятно. Четырехзначный. Значит, интересной энергией там получается. Скажи-ка мне, дракон. Я сегодня сканировал фотографии. Я сразу же нашел твои платы. Прочувствовал. Ты что, их поставил на отражение энергии? Говорит, что она сама себе защиту ставит. А, то есть ты имеешь в виду, она ставит себе защиту. А где она? Я не пойму. Я вижу красного дракона, арахноида, инкуба, демона. Он на корпус показывает. А она вас остановила, эта защита? У нас нет. Хорошо. А сколько ты находился в ее биополе? Давай начнем с этого. Двенадцать лет. Двенадцать лет. Я представляю, как ты с ней синхронизирован по полной. Хорошо, арахноид, как долго ты находился в ее биополе? Арахноид два года. Арахноид, скажи мне, где ты подцепился? В квартире? В бюро? Где? Где? Он почему-то поле показывает. В поле? В поле, да. А что арахноид в поле делает? Что ты там делал в поле? Он живет. Я вообще не мог представить, чтобы арахноиды жили в поле. А чем ты питаешься в поле? Ну, он показывает, что он прыгает. Передвигается. Хорошо. Двенадцать месяцев. Ты привел инкуба? Был инкуб уже. Инкуб, как долго ты находишься в этом биополе? Год. Хорошо. У нас четыре канала, Вера, получается. И это голограмма? Корка. В смысле, корка, да. Корка. Хорошо. Я объясняю процедуру. Вы находитесь на чистке. Сейчас мы начнем с реверса. Отдадим вам темные энергии. Заберем все светлые энергии. После этого я дам команду. Каждый вытащит, что он оставил. После этого я провожу рассинхронизацию. После этого я провожу проверку двумя миллионами герц. Если все, кто вытащили и меня не обманули, пройдут эту проверку, те уходят на свою чистоту. Но если кто-то меня обманул или не все вытащил, или что-то забыл, он просто сгорит в этой клетке. Такое бывало неоднократно, потому что от двух до пяти миллионов герц будет это проводиться проверка. Все, кто пройдут, все уйдут. Все понятно? Да. Отлично. Начинаем тогда с реверса. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, и вы будете еще отвечать на эти вопросы. И я даю команду и тонкой копии Екатерины спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду и тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, эмоций, мыслей, всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Екатерине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Так, Красный Дракон, скажи мне, 12 лет. Чем объяснить такой долгий срок твоего пребывания? У тебя контракт есть какой-то? Как ты вошел, что ты предложил? Давай, рассказывай. Знания. Брал и отдавал. А что ты брал? Энергию, понятно. А что ты давал? Направлял. Хорошо. Из твоих направлений, сколько процентов успеха для нее? Не для тебя. Из 100 процентов, сколько идей, которые ты ей давал, осуществились? 60. Так много? Мы вместе развивались. Хорошо. Есть какие-то пустые знания, которые ты ей давал? Опасные знания? Много чего давала, набрала то, что ей... Что ее интересовало? Что ее интересовало, да. Но это были ее мысли или твои? Этот интерес вызывающий? Я подталкивал. Хорошо. Ну, я понимаю, ты подталкивал к мыслям, которые тебе интересны, а не которые ей интересны. Я так полагаю? Нет, которые ей помогли бы. А мне было интересно развиваться и наблюдать. Интересно. Хорошо. Демон, что тебя так заинтересовало в этом биополе 5 месяцев назад, что ты зашел? Покажи мне ситуацию. Ну, он показывает помещение, похожее на квартиру. То есть я не вижу мебель что-то, я вижу, что это помещение, в котором находится Екатерина. Да. И, значит, демон показывает красный портал. Это ее дом или это? Которого он выходит. И там какие-то фиолетовые энергии еще есть. И вот он из этого портала мчится напрямую к ней. Понятно. Перебешка. Скажи, это ее дом? Она в этом помещении находится, живет в нем? Портал ты видишь часто? Хорошо. Значит, мы можем спокойно сказать Екатерине, что в ее квартире есть активные порталы. Два активных. Два активных. Я уже не спрашиваю за движущиеся воронки, которые там присутствуют. Я их тоже вижу несколько штук. Два активных. Да. Хорошо. Все. Как у нас с реверсом, Верочка? Закончился. И устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Екатерина забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Екатерина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Он тарахнует. Он тебе давно хочет ответить на твой вопрос, чем он заряжался на полях. Хорошо. Говорят, что солнечные энергии. То ты что? Энергии солнца. Вы можете их использовать, энергии солнца, для получить любую энергию. Так же, как и вы. Ну, понимаешь, дело в том, что мы, да, безусловно, энергия солнца у нас вырабатывает определенные витамины и так далее, необходимые для нашей жизнедеятельности. В темноте бы мы, конечно, не были бы так здоровы вообще. Но я удивлен, что арахноиды могут жить в поле. Я думаю, вам представляет интерес, близость к людям для того, чтобы эту энергию, так сказать, перерабатывать. Мы в постоянном поиске энергии. Ну, я везде вас встречал при каждой чистке. Еще не было ни одной чистки, чтобы я не нашел арахноида. Я полагал, что вас много, но я не полагал, что вы и на природе живете, и можете энергией солнца питаться. Интересно, конечно. Но он показывает, что он не то, что живет там, он в постоянном поиске. Он как прыгает вот этим полям, дороги он показывает. Еще подходящий для робот. А, вот как понятно, понятно. Конечно, да, ему нужен хозяин для того, чтобы он мог дальше существовать. Ну, хорошо. Интересно. Благодарю за ответ. Реверс закончился. Так, я начну тогда с арахноида и начнем арахноид. Выходи, пожалуйста, собирай всю свою паутину, которую ты оставил, всю свою энергию забирай и докладывай о готовности к проверке. Возвращайся в клетку назад. Приступай. У него волосы, вот он. Волосы, да? Волосы, в плетах, в паутину. В волосах. Скажи, арахноид, а как она чувствовала тебя на физическом плане? Это были мигрени или это было давление? Потеря энергии. Потеря энергии. Сколько процентов энергии ты отсасывал из 100%? 20 хватало. 20. Ну, у нас еще Красный Дракон и еще Инкуб, еще и Демон. Если так посчитать, так я не знаю, сколько вы вообще ей тогда оставляли энергии для жизни. Он собрал. Хорошо. Так, Красный Дракон, пожалуйста, выходи, вытаскивай все свои платы, отключай все, что ты подключил, ничего не забывай и возвращайся в клетку. Тарахноид, он говорит, что мы в разных чакрах. Ну, я понимаю, вы поделили, но если ты 20 взял, вас четверо, если я грубо посчитаю, 4 на 20, это 80%, вы оставляли 20%. Ты правильно читаешь. Я забирал 20% из одной чакры. Я думал, общий процент энергии. Оставляю 80%. Понятно. Хорошо. А ты сколько Красный Дракон забирал из чакр, которые ты был подключен в процентах? 40%. Хорошо. Ара Инкуб, сколько ты забирал в процентах с этой чакры, где ты был подключен? Оранжевая. Он говорит, что сколько мог, иногда это 10, иногда это зависело от ее настроения. Понятно. И сколько ты забирал, Демон? То же самое, от ее настроения и вибраций зависело иногда, даже 5% было. Какая у вас слаженная команда? Хорошо, благодарю за ответы. Но все они ее показывают как сильную, гибкую структуру от этих тонких тел. Но меня интересует, что им всем, какая общая, какая есть какая-то одна черта, которая всем понравилась в ней? Нет, у всех разные. У всех разные мотивы. Хорошо. Я просто думал, если это первородная или ангельская энергия, это могло бы быть каким-то стимулом. И дракон трехтысячного уровня осознанности, это в принципе не тот дракон, который заходит на мелкие какие-то вещи. Я встречаюсь каждый день с драконом. Видел очень много вас и удивлялся, какие вы все разные. Есть и интеллектуалы, и исследователи, а есть просто отморозки. Он говорит, что я не имею права говорить. Она сама должна понять. Я понимаю, конечно, это ее, конечно, осознанность. Ты используешь пока эту брешь в ее осознанности. Как только она закроется, у тебя не будет возможности в нее войти. Хорошо, ты все снял? Да, он снял. Хорошо, так, у нас снял арахноид все, красный дракон. Я прошу инкуба выйти и вытащить все, что он оставил в биополе. Все ленточки, ошейники, корсеты, все, что у него там есть. Скажи мне, демон, есть ли лярвы в ее биополе? На голове. Одна или еще есть где-то? Одна на голове. Большая, да? На висках. От виска до виска. Хорошо, ты хочешь меня попросить забрать ее? Да, он заберет. Хорошо, я тебе дам команду отдельную. Когда ты вытащишь все, сможешь забрать эти лярвы с собой. Что инкуб снимает, Вера? Снимает с низа живота такой шорт из полосок похожий. Понял. Все с ним. Хорошо, демон, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отключай все. И доложи мне. Он говорит, что особо с ней не поиграешь. Знает, как поднимать свои вибрации. Ничего, повезет тебе в будущем. Я уверен, ты еще найдешь возможность найти человека с низкой осознанностью и низкими вибрациями. Он снял все тоже. Хорошо. Так, все все сняли. Переходим к процедуре рассинхронизации. И я даю команду тонкой копии Екатерины на счет 3. Начать рассинхронизацию с энергии красного дракона. Заканчивается автоматически, достигнув 100%. Готово. Отлично. Так, я подхожу к Екатерине, кладу руки на плечи и делаю импульс высокой аборационной шокового удара. И сжигая все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы. Все отлетело? Да, отлетели все каналы. Открывается портал в галактическое ядро. И эти каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. И я даю команду скэнеру начать контрольную проверку на счет 3. 1, 2, 3. Начинается контрольная проверка. Все малейшие остатки, все наночастицы уничтожаются на месте скэнером. Если что-то крупное было оставлено, киньте чипы, датчики, конвекторы не вытащены. Загорается ярко красные маячки. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Екатерины и проводит контрольную проверку. Чисто. Чисто, хорошо. Благодарю всех. Все прошли контрольную проверку. Буду отпускать. Красный дракон, я хочу получить у тебя слово красного дракона, что ты больше не войдешь в это биополе. Даю слово. Хорошо, благодарю. Открывается наверху портала против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Арахноид, я прошу тебя больше не приходить в это биополе. Найди себе другое место обитания. Да, понял. Хорошо. Открывается наверху портала против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, инкуб. Я прошу тебя больше не приходить в это биополе. Все понятно? Да, понятно. Незговорчивая она. Я думаю, ты найдешь сговорчивее. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою частоту. Хорошо, я обещал демону лярвы. Демон, можешь выйти сейчас и забрать лярвы, которые остались. Приступай. Он с головы снимает. Это арахноиды было? Или есть? Нет, это ее собственно. Ее собственно, есть генерированные. Хорошо. Готово. Хорошо, демон. Я думаю, ты остался доволен. Я прошу тебя больше не приходить в это биополе. Найдите в новое место обитания. Все понятно? Понятно. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою частоту. Закрывая печатая, растворяя с тобой пентаграмму. Хорошо. У нас осталась еще вот эта вот голограмма там. Или корка, да? Да. Она пустая полностью, да, Верочка? Она пустая, канал отбит от нее. Отлично. Открывается внизу под ней портал в галактическое ядро. Она улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали по частотам. А также всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. 1, 2, 3. Выходят договора. У нее, знаешь, как... Да. Проклятие какое-то есть, что ли? Да ты что. Вот от него идет картина. Да. Картинка. Екатерина в одной из прошлых жизней была травница. Там, где она жила. Жила ведьма. Колдовала, которая... Хорошо. Люди стали идти к Екатерине, а не к ведьме. Прекратили ей поклоняться и нести дары. Она работала с Эгрегором, эта ведьма. И через Эгрегор всех их пропускала. То есть я делала зависимыми их здоровье. А Екатерина действительно лечила бескорыстно. И картинка идет. Вот эта ведьма, у нее как... Кастрюля, котел, что это. Котел. Она выливает туда что-то. Котел, я вижу, да. Она выливает туда какую-то жидкость и что-то говорит. Говорит она, что вот у нее пропал этот дар. И оболела, чтобы она... Когда это было, считай, дату? 1618 год. Страна? Уэллс. Это что-то Шотландия где-то. Шотландия, Уэллс. Может и Англия, по-моему. Хорошо. Так. Давай поставим сейчас экран. Один, два, три. Как эта магия у нас проявляется, это проклятие? Как она выглядит? Ну, мне она идет картинкой, что вот эта женщина выливает какую-то жидкость в котел и говорит что-то. Хорошо. Так, давай сейчас эту картинку отправляем в наш монитор. Один, два, три. И устанавливаем связь с этой женщиной. Значит, три, один, два, три. Или с ее высшим я, если она воплощена. Но она сейчас говорит на языке на каком-то заклятии. Да? Ну, давай посмотрим, что она там говорит. Ты меня слышишь, женщина? На меня это не действует. Кто ты, она говорит? Я спрашиваю, кто ты? Че тебе надо здесь? Объясняю тебе ситуацию. Вот стоит сейчас у нас Екатерина и говорит, что ты на нее порчу наслала, которую мы нашли. Ты хочешь дать пояснение к этой ситуации? Может быть. Каждую Екатерину не могу помнить. Хорошо. Понятно, бесполезно. Она разговаривает. Ты в аду находишься или где ты находишься? На каком уровне ты сейчас? Внизу она. Внизу она. Хорошо. Там и останется. Сейчас я выстраиваю канал от Екатерины к этой женщине. Один, два, три. И Екатерина собирает все свое намерение, всю свою силу. И, значит, три. Начинает откат всего негатива, всей этой магии по каналу к этой женщине на ее чистоту. Один, два, три. Пошла энергия. Вся энергия проклятия уходит через этот канал. К тому, кто послал. Все эти боли возвращается к тому, кто их причинил. Но к ней вернулось все. И Екатерина говорит, что я не хочу ей зла. Я хочу ее искренне простить. Она может сейчас произнести, что она хочет. Мы свою работу сделали. Все остальное. Если вы хотите ей простить, произнесите эти слова и отправьте ей. Приступайте. Говорит, что какое бы зло ты ни держала, я не принимаю твое зло. Я даю тебе искреннее прощение. Все твое зло возвратится к тебе. Хорошо. Она хочет что-то ответить. Это ведьма. Нет, не хочет. Хорошо. Значит, приступаем тогда к аннулированию контракта. Все контракты вышли. Я говорю вслух о тонкой копии Екатерины. Пусть повторяет за мной. Прижаться собственными энергиями. Один, два, три. Пошел возврат энергии. Если такова есть. Была энергия. Вернулась? Да. Отлично. Хорошо. Все. Убираем монитор. В принципе, он нам не нужен. И эта женщина уходит. Эта ведьма в свой ад. Где она там находится. Пусть варится дальше в своем соку. Один, два, три. Убрали. Готово. Если я говорю, эти трехтысячные драконы, они всегда приходят или на первородные, или ангельские. Энергия. Хорошо, Екатерина, как вы себя чувствуете? Отлично. Сейчас будем вызывать вашего куратора. И я делаю запрос в энергоинформационном поле. И приглашаю к нам прийти друга Екатерины. Женщина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первое в данном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора, друга Екатерины. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Глория. Глория. Приветствую вас, Глория. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Екатерина. Мы сейчас проводили ее чистку по ее просьбе. Вытащили все, что в ней было. Аннулировали еще какое-то странное проклятие со средних веков, с 1600 какого-то года. В общем, заправили ее энергией. И при идентификации она показала нам свои крылья. Мы уже поняли, кто придет. Екатерина подготовила 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Приветствую всех. В первую очередь, кто находится в этой комнате. Дарю вам свои энергии. Я с удовольствием отвечу на вопросы Екатерины. Уважаемая Глория, 10 вопросов написала ваша подопечная. Начнем тогда с первого вопроса, если вы согласны. Это уровень высшего Я и ангельский уровень. У ангелов два уровня. Ангельский – десятый, высшее Я – тринадцатый. Итак, вопрос. В чем мое предназначение? Предназначение всех ангелов. Дарить свет, нести свет. Нести любовь. Дарить свет окружающим. Уменьшать черноту и негатив. Конвертировать в светлые энергии. Просите, как своим поведением, примером. А насчет конвертации энергии не могли бы чуть-чуть пояснить? Все остальное мы знаем от предыдущих кураторов, но насчет конвертации энергии меня сейчас немножечко удивило. Объясните, пожалуйста. Когда ангел сильный, его энергии распространяются вокруг него, и все темные энергии подавляются. Когда душа слабая, черные энергии заходят внутрь, дают сомнения и страх, подавляя энергии ангельской души. Понижая вибрации. Благодарю вас, уважаемая Глория. Конвектирует только тот ангел, сила которых и мощь достигла определенной вибрации. Как вы, Екатерина. Ну тогда это у нас, наверное, первый ангел из очень многих, которые мы здесь имели, который куратор или друг его, во всяком случае, сказал насчет этой конвертации и новой функции. До этого момента нам было известно насчет света и любви нести в этот мир. На этом все кураторы, большинство, останавливались. Вы правильно говорите. Добро должно быть с кулаками. Вот я проведу параллель. Пожалуйста. Нести свет и любовь трудно. Всегда есть нападки со стороны негатива. И не все ангелы могут и умеют защищаться от него в конечном итоге, наполняясь этим негативом. Сами не понимая, почему. Сильные души не впускают в себя этот негатив. Своим поведением они показывают, что можно жить и светить. И энергия негативная вокруг них конвектируется сама собой в светлую, разбиваясь об этот свет. Все понятно. То есть ее вибрации и этот свет намного сильнее любой тьмы. И благодаря ее осознанности, если она, конечно, ангельская душа знает, кто она есть, и насколько она владеет своими силами. Именно так. Да. Благодарю вас, уважаемая Глория, за это пояснили. Я перехожу ко второму вопросу, если мы здесь закончили. Продолжай. Сколько лет моей душе? 32 846. Молодая. Благодарю вас. Относительно. Относительно, конечно. Мы встречались с первородными душами, там, по-моему, за 300 лет уже, 300 тысяч лет было. Все относительно, конечно. У каждого свои задачи, каждый свой путь и так далее. Хорошо. Я перехожу к третьему вопросу. Третий вопрос касается, когда я жила в последний раз. Ее интересует в этой жизни, если вы могли бы о ней рассказать, о ее последней жизни. Была ли она целителем в прошлой жизни, она спрашивает. Когда я жила? В одной из прошлых. В одной из прошлых. Это многие, скажем так, в твоей жизни связаны с эзотерикой и с развитием, с поисками вечной жизни и лечением. Вопрос был про последнюю жизнь. Да. Ее интересует последнюю жизнь. Когда она жила? Последний раз. 1812 год. Франция. Революция. Революция, конечно. Ух ты. Неужели она была в революционных силах? Это был ее выбор. Расскажите об этой жизни, как она закончилась, кем она была, чего она достигла, если можно, конечно. Закончилась арестом. Получила определенный опыт в тюрьме. Была выпущена. Семья была? Сколько прожила? Семья была, но прожила недолго. 35 лет. Выполнила свой. Угу. Путь, получив опыт революции, тюремного заключения. Неужели такой опыт нужен душе? Это я вслух сказал, я даже, это не вопрос. Я еще раз повторяю, это был ее выбор. Ее выбор до воплощения. Она хотела этот выбор, этот путь пройти. Благодарю вас, уважаемая Глория. Очень интересно. Поехали дальше. Чтобы познать, душа выбирает сложные пути, зная негатив, она может справляться с ними. Я бы добавил, зная негатив и познав свои силы, душа может справляться с этими проблемами. Если душа неосознанная, у нее почти нет шансов. Неосознанная душа не выберет такой путь. Согласен. Благодарю вас. Продолжаем дальше, уважаемая Глория. Да. Следующий вопрос. Что мне нужно... Я не понимаю его, вы объясните, пожалуйста. Я дистанцируюсь от этого вопроса. Что мне нужно сделать, чтобы я проснулась в 5D? Жить и развиваться. Не могли бы вы пояснить о 5D, пятом измерении? Я не буду вдаваться в этот вопрос. Именно потому, что вы неправильно его понимаете. Это у меня тоже такое ощущение. Вы уже переходите. Переход происходит прямо сейчас. Поэтому нужно жить и развиваться. Шестой вопрос. Были ли мы с моим мужем вместе в прошлой жизни? Были. Может, добавите чуть об этой жизни? Расскажите чуть. Он был ее мужем во Франции, когда она умела в 35 лет. Для него это была большая потеря. Любовь была? Была. Отлично. Хорошо. Значит, в этой жизни... Значит, тогда они не смогли проработать какие-то свои вопросы. И это перешло в эту жизнь, если они здесь встретились. Я так полагаю, да? Непроработанные какие-то моменты остались. Или просто это по желанию было. Как это можно понять? Правильно. Почему души встречаются в следующей жизни? Не успели получить определенный опыт. 35 лет она умерла. Безусловно. Они не смогли закончить эту программу. Правильно? Это сбой тогда был? Или это была программа? Это была программа. Опыт продолжается в этой жизни. Все понял. Благодарю вас за этот исчерпывающий ответ. Я перехожу к следующему вопросу. Виновата ли я в том, что моя дочь заболела? Нет, не виновата. Следующий вопрос. Чем я могу еще помочь моей дочери? Я хочу пояснить. Пожалуйста. Прошлый вопрос. Как таковой твоей вины нет. Но опыт, который ты выбрала, не выбрала твоя дочь. Блился в вашу жизнь, в ваше воплощение. Поэтому твоей вины нет. Выбор и опыт. Выбор и опыт. Как помочь? У тебя огромная сила внутри и крылья за спиной. Обнимай своими крыльями дочь, детей и всех своих близких, кто тебе дорог. Для них это энергетическая защита. Особенно для детей. Потому что дети до 16 лет без защиты матери вообще ничего не могут сделать. Поэтому мать обязана просто защищать. А если мать еще ангел, она может эту энергию ему выставить как защиту дополнительную, обнимая его этими крыльями. Я просто поясняю. Это для вашей подопечной, если она не в курсе. Это поможет ребенку? Я уже сказала. Это выставит определенную защиту для всех, кто дорог. Хорошо. И насчет тех, кто дурок. Предпоследний вопрос. Чем я могу еще помочь моей маме? Ответ тот же. Обнимай своей энергией. Это поднимет вибрации и даст определенную защиту. Маме? Маме. Благодарю вас. Какой процент негативной энергии набрала Екатерина в этой жизни? 19. Очень мало. Мы очень много людей встречаем, но это действительно очень мало. 19 процентов. Кармические узлы. Сколько прошло, а сколько осталось? Один остался. Прошло три. Четыре было. Благодарю вас, уважаемая Глория. На этом месте мы закончили. Если вы хотите сейчас активировать или обменяться энергиями с вашей подопечной, это был бы самый лучший момент. Она говорит, что ангельские энергии, они очень сильные. И они внутри тебя. И она показывает, как их нужно разбудить, она говорит. Разбудить. Правильное слово? Если они уже есть. Она руками так снизу как-то делает. И вот они у нее появляются внутри с ног. Снизу идут. А, все понял. Светом. Снизу вверх. Они закручиваются, они закручиваются, как в спирали. И эта спираль встает в середину, как, даже не спираль, а такая красивая косичка какая-то сплетена. И как стержень стоит внутрь. Вижу. Что я для этого... Это, как говорят, сотканное намерение. Сила духа у нее сильная. Поэтому такая косичка сплелась. Если сила духа сильная, все у нее получится. Глория больше, чем уверен. Это очень важно в нашем мире. Так как, в принципе, и везде. А осознанному ангелу, это для нее очень легко будет все это активировать. И ребенка защите, и маме дать энергии. Просто нужно знать, что делать. А ответы она, я уверен, с таким уровнем осознанности очень быстро найдет. Хотели бы вы ей какой-то совет дать от себя? Не сегодня. Благодарю вас. Хорошо. Уважаемая Глория. Я благодарю за знакомство. Подождите секундочку. У нас еще есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждый куратор, каждый учитель из всех миров. Ангельские, первородные, любых планет, которые у нас уже здесь были. Было и здесь очень много. Всегда получает определенный подарок. Мы хотели вам преподнести корзинку с самыми чистыми и вкусными ягодами, которые только есть на Земле. Большую корзинку. Один, два, три. Верочка, появляется в твоих руках эта корзинка. Уважаемая Глория, просим вас принять это в знак благодарности. Благодарность за то, что вы помогли сегодня вашей подопечной. Ответили на очень многие вопросы. Это ее продвинет в ее развитии. И на добрые воспоминания эту корзинку, чтобы вы поделились со своими друзьями. Это приятно. Благодарим. Благодарим и мы, и вас. Мы не прощаемся. Говорим до скорых встреч. Всего наилучшего вам, уважаемая Глория. Благодарю за эту встречу. И думаю, следующая встреча не заставит себя ждать. Надеемся. Всего вам хорошего. Наша искренняя благодарность. Примите, пожалуйста, тоже на этом месте от меня, от Веры и от вашей подопечной Екатерины. Екатерины. Я не прощаюсь с Екатериной. Мы не прощаемся. Говорим до новых встреч. Отлично. Хорошо. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Екатерина, как вам встреча с вашим куратором-ангелом? Она говорит, что она в шоке. И она до последнего. Не понимала, как это будет происходить. Но сейчас многое встало на свои места. И она, Глория права, ей нужно. Это достаточно для первой встречи. Вам очень много нужно осмыслить, проработать, себя понять. Единственное, что я могу сразу сказать, ваша жизнь уже не будет прежней, какой она была до этого. Я рада, что я сделал этот шаг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Будем возвращать вас, уважаемая Екатерина, ваш биоробот, и синхронизировать. И все эти энергии перейдут. Сейчас у вас новая жизнь начинается. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Екатерины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой из виленки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Я на месте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин